Платон сказал, воспитание есть усвоение хороших привычек. Мы же добавим, важно не только усвоить хорошее, но и четко понимать, что хорошо, а что плохо. И когда за это плохо, придется отвечать. С вами общественно-политическая программа «Все по делу». Здравствуйте! На экране посты из одного телеграм-канала. Причем такие, что мы даже в эфире не можем их показать. Канал всего на 23 подписчика. Казалось бы, зачем делать шум из ничего? Но это не так. На волне оппозиционного хайпа его создал несовершеннолетний могилевчанин – 11-классник. Мы проработали конкретно класс того учащегося, в котором была выявлена эта информация. Оказалось, что дети были подписаны также на канал учащегося 11-го класса. Гимназист репостил в свой канал новости из экстремистских ресурсов. В личных переписках оскорблял президента Беларуси. Пилил деструктивный околополитический контент. А 11-классники лайкали. Для них это шутка. Но вот в реальном мире, жителями которого они все являются, только отдельно взятое оскорбление президента может привести к лишению свободы сроком до 4 лет. Для гимназиста все закончилось судом. Постановили меры воспитательного характера, профилактические беседы и прочее. Но это не значит, что все закончилось благополучно. Он, как и все остальные, получает характеристику, получает документы и, естественно, характеристику, в котором мы имеем право и обязаны указать то, что ребенок был задействован вот в таких мероприятиях. И у него есть статья. Теперь, куда бы он ни пошел, будь то университет или же работа, сомнительная характеристика будет его клеймом. А там не один раз подумают, нужно ли с таким персонажем иметь дело. Для восстановления доверия подростку придется потрудиться. Исправлять свое отношение, во-первых, своим мыслям, в первую очередь. И думать на будущее, что говорить, кому говорить и когда говорить. Скорее всего, он просто хотел попасть в тренд. Что на повестке, о том и пошутим. Лишь бы получить внимание. И эта история не про одного человека. Она может коснуться многих. Таким учащимся просто не хватает внимания в реальной жизни. И они приносят вот эту вот потребность на виртуальную жизнь. Где они могут обратить в себя внимание таким образом. И вот такие подростки подарок для экстремистской пропаганды. Их втянуть в свою касту проще простого. Ведь они не задают в ответ неудобных вопросов. Молодежи без разницы, кто и какие гранты делит. Какие цели преследуют. Подростки, подросткового возраста, он очень сильно подвержен влиянию других. То есть мнению влияния у них до конца не сформировано какое-то свое мнение. И поэтому в большинстве случаев такие подростки слушают мнения других. А еще нашей команде удалось пообщаться с отцом подростка, который оказался в похожей ситуации. Его сын создал с другом студентам телеграм-канал, в котором вовсю расцветала нацистская и радикальная националистическая тематика. И смотрели, и говорили, и предупреждали, и наказывали физически, и вручную, как только не воздействовали. А что получилось? Оказывается, вот такая ситуация, хотя сам хороший мальчик, в лице и учится, все замечательно. А что взялось? С интернета взялось, все вот эти дела. В итоге действия подростков пресекли правоохранители. Штраф студента, разумеется, выплатили его родители. А лицеист обратил на себя пристальное внимание со стороны инспекции по делам несовершеннолетних. Со всеми вытекающими последствиями. Слава богу, пожалели, где учатся, там и учатся. Однако впечатлений набрав, не дай бог кому-то набираться таких впечатлений больше. Вот такая ситуация, полезно. Это не полезно, это не нужно. Вот что полезность эта. Этот глупый, необдуманный интерес вот этот приводит к очень-очень тяжелым последствиям. Ясное дело, что подростки со своими каналами это не террористы. Но если западной пропаганде удается воздействовать на школьников, это повод для беспокойства. Ведь чем глубже проникает эта зараза, тем радикальнее становится человек. Участвовал в несанкционированных акциях протеста в городе Гродно. Также он состоял в экстремистских и деструктивных телеграм-чатах и каналах, где оставлял негативные комментарии. Кроме того, этого студента втянули в террористический план «Пирамога». Это такая экстремистская штуковина, целью которой является, например, диверсией на железной дороге. А начиналось у него все так же, как и у двух других. С чатика в телеграме. Теперь парня ждет суд. Уважаемые родители, в первую очередь хотелось бы к вам обратиться не как госслужащий, не как начальник управления по образованию, а как папа, который сам имеет двоих детей. Надо за детьми смотреть. Нужно понимать, где они в информационной среде находятся, в каких телеграм-каналах общаются, с кем общаются. Потому что это наше будущее. Заниматься воспитанием своих детей нужно здесь и сейчас. Ведь если это не сделаете вы, это сделают за вас. А потом? Потом будет поздно. С вами была общественно-политическая программа «Все по делу». Выводы делайте сами. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова